Дорогие друзья, диву даешься, сколько много экспертов, которые говорят о Украине. Всякие КГБшники, которые в свое время убежали, какие-то там бывшие шпионы, которые живут там в Америке. Фамилий много, мнений много, постоянно у них что-то в голове меняется, постоянно рассказывают о каких-то там тайных сговорах и каких-то там вещах, которые, ну, просто-напросто в жизни не происходят. И вы знаете, эти эксперты все время каждый, ну, не каждый день лепят свою историю. Лепят, люди смотрят, они зарабатывают какие-то пункты, не знаю ли деньги, ну, наверное, скучно жить. И, ну, а самое главное, в Украине эта жизнь продолжается, в Украине люди живут, в Украине играется хлеб, в Украине дети идут в школу, в Украине идет жизнь. Да, в этой стране война, но люди в Украине живут. Только что я приехал в Украину, ночью я пересек государственную границу Украины, все очень было быстро. Мило, без всяких вообще каких-то задержек, лишних вопросов. И по дороге в Киев, из города Сарны, оказывается, в этом городе ремонтируется мост, и нужно объезжать тут, ну, достаточно много. Ну, я как-то подрастроился, немножко поднажал газ, и меня остановила полиция. И добрая, милая девушка подошла просто и рассказала мои права, то, что я нарушил, все. Вы знаете, это было так мило, так классно. Вы знаете, самому хочется заплатить и сказать, милая девушка, вы действительно видите смерть, видите насилие, видите, что вашу страну просто, ну, просто бомбят. Но у вас в душе осталась человечность, просто человечность. И вы относитесь к людям, ну, просто-напросто уникально, уникально, исходя из того, что творится в вашей стране. И я рад, что в Украине люди не потеряли свое лицо, они остались людьми. И это самое главное. Сейчас не надо слушать разных экспертов, надо просто слушать голос украинского народа. А голос украинского народа хочет, чтобы быстрее бы наступил мир. Я вам объясню, почему. Потому что, когда наступит мир, не будут гибнуть украинские люди, украинские воины, украинские дети, украинские матеря не будут гибнуть. Вы понимаете, вы понимаете, что самая главная ценность Украины – это люди. Без людей ничего не будет. Земля ничего не стоит, если нету людей. И потому надо делать все, чтобы сохранить этих людей. И я надеюсь, что Владимир Александрович Зеленский проявит разум, проявит мудрость и сделает так, чтобы война действительно быстрее бы закончилась.